Микс Ньюс Всем привет! В студии Елена Лукьянова. Сегодня мы говорим о достаточно важном для почти всех присутствующих в этой студии вопросе. Да вообще для Евросоюза. И для Евросоюза, и для России тем более. Да простят нас те граждане, которые не хотят слушать ничего о России в этой стране. Но тем не менее, тема нашей программы сегодня звучит так. Мигранты и политическое убежище в Латвии. Что здесь происходит? Одобряете ли вы участие Латвии в программе ЕС по перемещению лиц? Одобряете ли вы представление Латвии убежища политической оппозиции других стран? Говорим сегодня мы с двумя гостями в этой студии политиммигрантами. Дмитрий Савин и Константин Рубахин. Здравствуйте! Добрый вечер! Добрый вечер! Мы задали этот вопрос на сайте Болткома. Удивительным образом впервые в нашей истории получился такой расклад. 50 на 50. Ровненько пополам. Ровненько, да. Половина одобряет, половина не одобряет. Тут хотелось бы, конечно, вспомнить и отношение местного населения к беженцам из Сирии. Хотелось бы вспомнить и вообще отношение местного населения к беженцам. Но говорить мы все равно будем о том, как это в глобальном масштабе, в геополитическом масштабе может восприниматься и присутствующими здесь, и приезжающими сюда за политическим убежищем. Хотелось бы отметить, что за всю современную историю Латвии предоставить убежище просили примерно всего полторы тысячи иностранцев, получили менее 200 человек. Это действительно по европейским меркам достаточно мало. Наш телефон, напомню, в прямой студии 672-12-939, 672-13-939. Высказывайтесь, пожалуйста, одобряете ли вы предоставление Латвии убежища политической оппозиции других стран? Готовы ли вы принимать инакомыслящих из других стран и инкорпорировать их в свое сообщество? И сначала давайте, наверное, расскажем истории наших гостей, что вообще происходило. Но прежде чем мы дадим слово нашим гостям, я бы все-таки хотела одну небольшую вещь прояснить уже как юрист. Что все-таки европейская программа перемещения лиц и квоты, которые были выданы Латвии, по которым была большая дискуссия, это немножко не то, что политическое убежище, да, это отдельный институт. Если и там, и там есть свои правила, но предоставление политического убежища – это абсолютно индивидуальная история, когда лица, подвергающиеся преследованию политическим, религиозным, национальным мотивам, приезжают на территорию другой страны, они, во-первых, обязаны приехать из той страны, где они подвергаются преследованию, иначе это не будет считаться политическим убежищем. И они в совершенно другом порядке, нежели вот по программе ЕС подают свои заявления. И иногда это бывает, что они получают свои статусы без судов. В ряде случаев это приходится доказывать в судах, и только после решения судов происходит такой статус. И вот у меня вопрос, да, ребята сейчас расскажут свои истории, а у меня вопрос. Все-таки вот, получив свои статусы на территории Евросоюза, я так понимаю, Дима получил в Латвии, Костя получил в Литве, но живет на территории Латвии, вы чувствуете себя в безопасности? В той же степени, в которой, наверное, чувствуют себя в безопасности большинство жителей Латвии. То есть Латвия не выдает? Латвия не выдает, и никаких проблем, разумеется, с Латвийской республикой нет. Здесь проблемы могут быть иного рода, потому что всем памятна судьба Литвиненко, всем памятна судьба Скрипалей, а вот это уже угроза, от которых защититься очень и очень сложно. То есть вы допускаете, что вас здесь могут догнать и каким-то образом ликвидировать? Любой общественно активный, политически активный беженец, тем более находящийся, так сказать, в непримиримой позиции по отношению к существующему ВРФ режиму, он всегда так или иначе находится в зоне риска, конечно же. Поэтому об абсолютной безопасности мы говорить не можем, но, разумеется, конечно же, А Латвия отдала огромное преимущество, вот строго по Черчиллю, да, что если к вам утром в 5 утра стучится кто-то в дверь, и вы спокойно знаете, что это, скорее всего, молочник, значит, вы живете при демократии. Вот это, безусловно, есть, и за это я, конечно, Латвии благодарен очень. Ну тогда рассказывайте свою историю, Костя, давайте. Ну да, ну я отвечу, да, на вопрос насчет безопасности. Безопасность, да, действительно, когда особенно кто-то приезжает из России вот только что, да, и вот это вот, когда он идет по улице и продолжает озираться, говоришь, ему все тихо, здесь мир, все нормально. То есть вот это ощущение, что ты приехал в мир, может быть, здесь есть напряжение политическое и так далее, но именно на уровне как бы вот просто жизни частной это не чувствуется. Здесь действительно тебя, в общем-то, можем сказать, берегут. И на первых этапах, когда я занимался еще активно расследованиями по России, да, и, в общем-то, вот эти первые 3-4 года, когда я приехал сюда, приехал я ровно уже 6 лет назад, как я получал некоторые такие звоночки с родины в виде каких-то провокаций, то там литовские спецслужбы, спецслужбы других стран все это очень понимающие воспринимали, и я чувствовал, что как бы за мной по-хорошему следят, да, чтобы я, в общем-то, был в безопасности. Это и было такое чувство. История, ну, раз уж начал говорить, да, касается экоактивизма моя вот конкретно. Я в Воронежской области, вернувшись туда из Москвы после вот этих активных протестов 11-12 года, затем я вернулся, что увидел там проблему вот на моей малой родине в селе Алферовка, Воронежской области, Новохоперского района. Некоторые олигархи ассоциированы с Измайловской преступной группой, которая, в свою очередь, ассоциирована с Кремлем, как мы сейчас с нами пытались, начать добычу никеля, разрушив тем самым заповедник, в общем, все на свете. А там действительно такая супер, как бы такой природный резерв, то есть очень потрясающая природа, ну, то есть и люди, очень хорошо осознающие свою роль там, сельское хозяйство, чернозем. И вот мы как-то там организовали это движение, люди выходили фактически целыми городами. А в чем там угроза была? Ну, разрушение всего Капиосского заповедника. Подождите, Костя, вот вы мне как-то рассказывали, я бы хотела, чтобы вы нашим слушателям повторили. Что-то они там такое бурили? Там такая вот книжка научной оценки, которую мы провели вместе с Раном и так далее. Нет, книжку мы не видели, вы расскажите простыми словами. Я думаю, что это огромный просто перечень проблем, то есть по всем трем направлениям. Это экологическое, конечно же, потому что там радиоактивный рассол залегает над пластом, сам по себе никель и его сопутники, там типа мышьяка таксичные. Но что бы было, если бы эта разработка пошла? Приличного слова нету, что бы было. Просто был бы разрушен заповедник, было бы разрушено социально все. Это сколько по территории? Ну как, не, ну фактически вот то, что мы посчитали, та же депрессионная воронка, это понижение уровня грунтовых вод и ухудшение там сельского хозяйства и так далее. Она так в радиусе километров 100, наверное, бы заросла. 100 квадратных километров? Нет, 100 километров по диаметру это была бы вот примерно такая вот за 10 лет воронка. Плюс, конечно же, пыление и так далее, всех этих опасных соединений, которые с ульфа до никеля, там, например, они являются онкогенами, да? То есть это было бы порядка там 200-300-500 километров, когда ветер подует, да? То есть плюс это и социально все разрушается, весь строй, который там есть. И на тысячелетия вперед потенциал этого региона, как житницы, как источника самого водородного чернозема вообще в мире, который Докучаев в Париже выставлял, да? Оно просто отрезается за счет этих 30 лет, которые добывается никель в пользу офшоров там и так далее. Опять же, местным ничего не достается. То есть все социальное, экологическое, экономическое, все не про нас. И что вы сделали, почему вас начали преследовать? Мы организовали движение, которое оказалось, в принципе, самым многочисленным по сравнению со всеми остальными, даже экологическими движениями, даже Байкалом, потому что выходили, там мы два раза по 100 тысяч подписей Путину собирали и приносили ему лично, там я с ним встречался, отдавали тоже все документы. Вот. И города выходили, то есть там в Борисоглебске эти 60 тысяч, первый митинг там собрался один из первых, там было 20 тысяч на площади. Представляете, 20 тысяч на площади в 60-тысячном городе, да вообще в любом городе, это очень-очень много. В 5-тысячном Новохоперске, в 6-6 тысяч в Новохоперске, в 5 тысяч человек выходило там два раза, все ходячие, в общем, да? То есть, бочное движение, которое в конце концов закончилось тем, что местное там казачество и так далее, они разрушили базу геологов, которая там была. Вот, прошли уголовные дела, но мое уголовное дело не было связано как раз ни с насилием, ни с чем. Как раз мое уголовное дело было заказано вот этими измаловскими ребятами, через посаженных уже потом в свое время, государственное управление коррупции, это Сугробов и Колесникова, два генерала. Колесникова, скорее всего, там убили, он погиб, да, во время следственных действий, а Сугробов до сих пор сидит. А они как раз вот в пакете вот всех вот этих вот заказных дел, которые выполняли они, и это доказано даже вот уже в России, они получили наш заказ, заказ на нас, и пытались меня арестовать, и провокацию, принести деньги в портфеле, там говорили, что 8 миллионов евро, просто человек, который провокацию-то организовывал, потом из бывших активистов, потом, ну, как бы расстроился, что его в это вовлекли, и посадили в тюрьму на 3 года, и написалось в тюрьму письмо, как все это было. Кость, чуть-чуть поджатия, пожалуйста, да. Все, конец истории, да. То есть они пытались арестовать, я уехал, получил убежище в Литве. То есть мы понимаем, что у вас было действительно политическое преследование, из-за которого вам пришлось бежать из России. Очень конкретное, да. Конкретное, да. И бежать не хотелось, да. Ну, понятно, что не хотелось, мне тоже не хотелось, никому не хочется, и Дмитрию тоже не хотелось. Никто не хочет бежать со своей родины, со своих родных домов, там, и так далее, от родных и близких. Ну, да. Но, тем не менее, это происходит. В Литве легко было получить политическое убежище? Ну, я, так можно сказать, в один из последних вагонов попал, потому что после меня, там, через полгода, год уже пошли отказы. То есть, конечно же... Это был какой год? Это был 2014 год. Да, да, да. И вот там, 15-16, уже так стали смотреть, пошел 6 мая, 6 мая всем дали. Потом вот я... 6 мая – это беспорядки на болотной площади. 2012 год, да, болотное дело. Вот. И, в принципе, после меня, там, уже стали рассматривать. Но кого-то по суду, например, опять же, вот, Лена Анатольевна правильно сказала, что по суду, вот, некоторые добились убежища. Вот. А некоторые, нет, вы выезжали уже из Литвы, там, дальше, и как-то там пытались устроиться. Но вот в этом контексте мне больше не нравится, когда тебе кто-то из оппозиции пишет, слушай, ну вот как убежище получить, что-то мне здесь надоело. Вот это вот позиция самая ужасная, которая... Это мы обсудим чуть-чуть попозже, да. Это называется средство передвижения, да. Оппозиция – это не признак, а следствие... Дима, ваша история. Ну, вот можно сказать, что наказан за образ мыслей, за... В данном случае, действительно, это было чистое диссидентство по самой формуле инакомыслия. То есть, когда случился проклятый 14-й год, аннексия Крыма, и когда Кремль, так сказать, инсталлировал войну на юго-востоке Украины, я просто стал писать о том, чем это чревато для... Писать куда? Тогда я сотрудничал, например, с таким порталом, как Пётр и Мазеп, но вообще большую часть жизни я зарабатывал журналистикой, публицистикой, поэтому мне плюс-минус было, куда писать. И, собственно, я писал, писал и дописался. А говорил о самых простых и очевидных вещах. Мало того, что речь идёт о вопиющем нарушении международного права, речь идёт о преступлениях, но за эти преступления придётся расплачиваться, и расплачиваться придётся как раз тому самому русскому народу, а сторонниками, поборниками и патриотами России, так сказать, называющие люди, которые якобы за него выступают. Я специально делаю эту оговорку, потому что, занимаясь достаточно активно общественно-политической деятельностью в Латвии, я знаю такую позицию, что нужно всячески поддерживать политический режим, и это рассматривается как патриотизм. Но таким вот горе-патриотам следовало бы, наверное, иметь в виду, что за все эти военно-преступные упражнения на украинском юго-востоке и в Крыму расплачивается в первую очередь простой русский человек, пенсионер, простой работяга, сельский учитель и так далее. Я об этом писал, говорил и договорился до того, что как раз это была поздняя зима, весна 2015 года, тогда пошла очередная репрессивная волна. Некоторых, кто с точки зрения власти занимал проукраинские позиции, посадили. В частности, посадили Максима Калиниченко. Через некоторое время пришли ко мне с обыском, причем обыскивали там представителей Следственного комитета меня по особо важным делам, но в оперативном сопровождении ФСБ. Это было одно уголовное дело, через пару дней стало известно, что возбуждено еще одно уголовное дело. И, в общем, картина была вполне ясна. Я должен был либо очень быстро уехать из родной страны, либо отправиться куда бы то ни было за решетку. Я выбрал отъезд. И, собственно, с этого началась моя беженцевая европея. Было четыре страны. Ну, а осенью 2015 года я подал прошение в убежище, которое было удовлетворено в 2016. Да, в Латвии. Дело в том, что я выезжал из России по латвийской шенгенской визе, а по правилам Евросоюза, если у тебя есть шенгенская виза, то вопросы по убежищу рассматривает страна, которая ее выдала. То есть, не было такого, что я там сидел, выбирал, куда бы мне поехать. Собственно, вариант был один. А у вас виза была в Латвии? Да. Ну, я и ранее бывал в Латвии, и были некоторые совместные проекты. В частности, в 2013 году было с музеем оккупации. Так что, да, виза у меня была. Но это было достаточно просто или очень тяжело получить политбеженство именно в Латвии? В моем случае не было никаких проблем, потому что я просто-напросто заполнил заявление, ответил на все стандартные вопросы, плюс приложил определенные рекомендации. Ну, это стандартный пакет документов, который, в принципе, подает любой человек, который просится на убежище. И более от меня ничего не потребовалось. И вообще, я склонен думать, исходя из своего... Ну, а времени сколько это заняло? 14 месяцев, как я и сказал, с осени 15-го, с октября официальная дата принятия документов, до декабря 16-го года. И вам дали на это время какой-то документ, что, аплейцибу какой-то, что вы ожидаете этих документов и имеете право находиться на территории Латвии? Совершенно верно. Выдается временное удостоверение, что это лицо, находящееся, так сказать, в процессе рассмотрения твоего статуса. Это довольно занятный документ, небольшая бумажка просто заваминированная. Первый раз она была у меня за порядковым номером 1, второй раз за порядковым номером 2. Ну, вот в Лейб... То есть, других беженцев не было в вашем ареале? Ну, в Лейб... Ну, один, видимо, был, но я не знаю, где он находился. Нет, просто не знаю, стоит ли вообще напоминать, бывают и достаточно печальные, даже трагические случаи о том, как люди ждут решения о просьбе политического убежища в стране, в которой они подались на это политическое убежище. Мы знаем, как один наш знакомый, наверное, с Костей тоже, с Леной, по 6 мая попросил политическое убежище в Нидерландах. Ему отказали и должны были выдать его обратно. И он так учил жизнь самоубийством. И, к сожалению, всякие бывают истории, которые не так хорошо разрешаются. Не всем дают. Я знаю, например, людей, которые годами ждут решения о политическом убежище в некоторых странах Евросоюза. Я не говорю о Латвии сейчас. Вообще, в принципе, о Евросоюзе. Но это в прошлом году... Два и три и даже четыре года. Я знаю человека, который четыре года ожидает статуса политического беженца. При том, что, по моему мнению, я, конечно, не юрист Евросоюза, Европарламента и так далее, который занимается этим всем, но я бы абсолютно точно и стопроцентно ему бы дала этот статус. Тем не менее, есть такие серьезные проблемы, которые очень трудно решить. И следующая серьезная проблема, о которой мне хотелось бы поговорить в нашем эфире, если нам позволяет еще время. У нас буквально есть две минуты. Наверное, мы пока послушаем дозвонившихся. Алло, здравствуйте. Нет, уже не получилось. Не дозвонились, потому что не дождались. Тогда я, наверное, все-таки просто обозначу после перерыва эту тему. Мне бы очень хотелось поговорить о следующей фазе статуса политбеженца. Вот ты его получаешь, ты его очень долго хотел, ты приложил все усилия. Тебе, может быть, пошли навстречу, может быть, не пошли навстречу. И вдруг ты его получаешь. Окей. И тут ты оказываешься где? Ты оказываешься в каком обществе? Это после перерыва. А я хочу сказать, что управление в прошлом году, управление по делам гражданства и миграции Латвии, объявило, что оно предоставило беженцам статус беженца 37 лицам, среди них 21 гражданин России. Добрый вечер. Сегодня, в пятницу, мы говорим о том, что такое политбеженец, что такое политбеженец, политиммигрант в Латвии. Насколько это легко или просто? У нас в студии Константин Рубахин и Дмитрий Савин. Это политиммигранты. Лена Лукьянова, моя соведущая. Кюльп Испанин. Напомню, что опрос, заявленный на сайте Болткома, одобряете ли вы предоставление Латвии убежища политической оппозиции других стран, нам выявил очень интересный расклад 50 на 50. Половина жителей, проголосовавших в этом опросе, одобряют, половина не одобряют. Напомню, что всего 1500 иностранцев просили убежище, получили менее 200 человек. И давайте все-таки дадим возможность поговорить нашим... Нет, не дадим. Опять все, сорвался звонок. Извините, пожалуйста. 672-12-939, 672-13-939. Опять он появился. Давайте все-таки послушаем, попробуем. Алло, здравствуйте. Добрый вечер, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, могу же задать вопрос, наверное, отношения людей политических, скажем, как они относятся к таким, скажем, ситуациям, которые происходят у нас. Да, вот вы как люди, которые ощутили на себе давление со стороны государства политическим причинам, то есть, конечно, неприятно. Вот у нас, например, есть два таких человека, как господин Линдерман и писатель Алексеев Юрий, да, например, у них такая же ситуация, да, и один, и другой, очень жестко с ними государство обошлось. Знаю, что Алексеев его сайт закрыли, на котором он печатался, писал такой, как бы, ну, журнал, да, и даже закрыли его счет. Вот что вот людям делать, я знаю, что очень непросто им тоже. Получается, что у них выход тоже, ну, покинуть Латвию, ну, вот как вы считаете, ну, вроде как наш Латвия такое свободное государство, но, тем не менее, вот такие случаи яркие, ну, два их, на самом деле. Спасибо. Ужасный интересный вопрос, кстати. Спасибо большое. Мы, конечно, не будем сравнивать, что творится там в соседней стране с тем, что творится здесь, но вот как вы считаете, отвечая на этот вопрос, Дима? Да, у Димы была реакция. Дело в том, что, извините, я не считаю ни Алексея, ни Линдермана диссидентами, я достаточно хорошо знаю их биографию и творческий путь обоих этих персонажей, и, честно сказать, Латвия бы, конечно, много выиграла, если бы они оба ее покинули. Я не вижу здесь никакой политической мотивации в их преследованиях. Ну, а всем тем, кто любит проводить подобные параллели, я могу только лишь посоветовать немножко внимательно изучать то, что происходит в Российской Федерации. А сравнивать то, что происходит в Латвии, то, что происходит в РФ, ну, это примерно как, не знаю, сравнивать там удар резиновым молотком, и когда тебе переезжают густошные танки. Вы сейчас достаточно грубы в эфире, простите, потому что человек действительно озабочен судьбой каких-то господ. Извините, я действительно не знаю, кто это такие, простите, я здесь недавно. Вы, скорее всего, знаете, и человек, который нам позвонил, слушатели, он тоже знает. Он считает, что это какое-то преследование. Например, да, закрытие сайта и блокирование счетов. В принципе, в России происходит то же самое. И закрытие сайтов, и блокирование счетов. Конечно же, там происходят и более ужасные вещи. Естественно, мы знаем, людей сажают просто за мысли преступления, так называемые. Людей пытают, людей убивают, людей вдавливают из страны и так далее. Конечно, сравнивать это нельзя. Но, тем не менее, вопрос был задан. Считаете ли вы это каким-то нарушением демократии или нет? По-моему, я уже на этот вопрос ответил. Кость, вы знаете, о ком человек? Да, но, действительно, здесь, ну, я не знаю, насчет закрытия счетов. Я думаю, даже среди присутствующих есть люди, которым закрыли счета. Это я. По политическим причинам, да, так по каким-то еще. Это вопрос к банку, действительно. Насчет, то есть, я не уверен, что полиция или там органы безопасности занимались бы закрытием счетов. Закрытие счетов занимается, соответственно, служба. Вот, насчет политических преследований или, скажем, политически мотивированных преследований, я считаю, что их фактически нет. Есть уголовные, то есть, есть действительно закон, который нарушать нельзя и не нарушать нельзя никому, в отличие от Российской Федерации, допустим. Вот, это с одной стороны, но с другой стороны, вот если просто взять контекст некоторого противостояния вот этой истории, с которой начал, например, Дмитрий там про Крым и так далее, потому что Россия действительно ведет себя достаточно экспансивно. И я по своим расследованиям наблюдал достаточно четкий мани-трафик сюда на различные, якобы, гражданские инициативы, да, и они вполне себе выглядят вот как раз со стороны России, что она сюда лезет, и местные спецслужбы вполне, я думаю, должны на это реагировать. Вот, как бы, вот такие дела, они имеют место, и они должны, как бы, более, может быть, раскрываться, чтобы про это было понятнее всем людям, почему вдруг никого-то там... Давайте послушаем, еще у нас разрывается телефон. Алло, здравствуйте, говорите. Здравствуйте, Алексей, меня зовут. Вы знаете, что касается современной оппозиции и нашей, и российской, вы знаете, она мне все-таки представляется несколько такой, помните, в конце 80-х, в начале 90-х был такой термин «демшиза». Вот, вот, например, я очень Бабу Леру уважаю, то есть в свое время, когда у нас была Атмада в России... Это вы, простите, Новодворскую так называете? Да, Бабу Леру, потому что у меня была возможность ей познакомиться лично, то есть и с Боровым, и с ней, то есть, как бы, я лично был знаком в свое время. Ну, понятное дело, ее суждения были несколько странными, скажем так, казались мне. Но я могу сказать, что, ну, вот, такой вот кристально чистый оппозиционер, который был, грубо говоря, за все хорошее против всего плохого, это Баба Лера. А вот у всех остальных, там, в принципе, если поковырять как следует, там всегда найдется какой-то пушок на носу. У кого-то там НДС не заплачен, у кого-то непонятные какие-то аферы с банками. Простите, пожалуйста, а можно все-таки уточню, одобряете ли вы предоставление Латвии убежище политической оппозиции других стран? Мы вообще сегодня об этом говорим. Однозначно, если это действительно, да, если это действительно преследование по политическим мотивам, если там под этим не лежит ворох экономических преступлений, если там не вылазит какой-нибудь кироплес или еще что-то, однозначно, да. Ясно, спасибо вам большое, да, за ваше мнение. И давайте вернемся все-таки к тому вопросу, который мы задали перед уходом на рекламную паузу. Вам как, как политическим беженцам, вам в этой стране, насколько комфортно, насколько некомфортно? Считаете ли вы, что это был правильный выбор остановиться здесь, или надо было пытаться куда-то в другое место поехать, Костя? Ну, здесь все-таки среда достаточно близкая мне, то есть я вот фактически, действительно, у меня литовское убежище, но я живу больше здесь, но и Литву, и Латвию рассматриваю как такую единую зону своего проживания, грубо говоря, да. И то, что вот мне, например, здесь мешает, это, конечно же, язык именно на уровне взаимодействия со страной, с чиновниками, то, что я не могу как следует разобраться в латышском языке, чтобы иметь все гражданские права, которые мне эта страна предоставляет. Почему не можешь? Ну, потому что мне сложно просто изучать латышский язык, он сложен для меня, и я не могу читать документы. А вы учите, Костя? Я не учу, вот так не хожу на занятия, ну, потому что у меня и литовский, и латышский тут просто большой объем. Я сейчас там учу, выучиваю там английский и французский. Ну, ладно, это все-таки не серьезная претензия. Это не претензия, это просто вот личное то, что вот мешает, да, вот как человеку. Потому что хочется участвовать в гражданских процессах более активно и разбираться в местной политике более глубоко. Для этого надо знать язык, это вот единственное что. Но это именно вот совсем тонкость, потому что языковая среда здесь очень комфортная. Здесь можно говорить и на русском, здесь тебя все поймут. Это имеется в виду отношения к чиновникам, с чиновниками, да. Вот, поэтому здесь все тебя понимают, ты всех понимаешь и можешь что-то делать и занимать действительно активную позицию. Ну, вот не на все 100%, но на 95%, вот, например, для меня. Дмитрий. Латвия дала самое главное, что мне было нужно свободу, и, в общем-то, ничего большего я и не просил. Ну, а все остальное, это уже, конечно, зависит от самого человека, от того, как он работает своими руками и своей головой. Естественно, это непросто. Но, как раз в этом и преимущество стран Балтии и, в частности, Латвии, в сравнении, если мы говорим о получении убежища с Западной Европой, в частности, с ФРГ, что здесь, в принципе, те же иммиграционные службы достаточно ясно понимают, что если человек здесь просит убежище, то ему нужно именно убежище. Не пособие, не бесплатная квартира, а не какая-то красивая жизнь, ему нужна именно свобода. И вот тем, кто ищет свободу, я думаю, здесь вполне комфортно, и я даже склонен считать, что более комфортно, чем в Западной Европе, в частности, в той же ФРГ. Со мной, по крайней мере... Немцы вообще пишут, что среди всех их беженцев только 30% людей, по-настоящему, которые вынуждены бежать от каких-то опасностей, а остальные 70% – это все-таки экономические мигранты. Ну, если честно, я бы не списывала все-таки экономических мигрантов тоже, потому что, да, мы прекрасно знаем, что, окей, опять возвращаемся, простите меня, пожалуйста, в Россию. Там, да, заниматься бизнесом честным, открытым, хорошим бизнесом в России физически невозможно. Да, да. Когда ты, в принципе, в душе бизнесмен, и тебе хочется делать что-то... Я не об этом, не об этом, не об этом. В России, вот, например, у нас два закона. Есть так называемые беженцы, а есть так называемые вынужденные переселенцы, да. И там, и там беженцы – это иностранцы, вынужденные переселенцы – это люди, которые перемещаются внутри России. Но и там, и там, и в том, и в том законе сказано, что нельзя уехать от эпидемии, от голода. То есть нужно подвергаться каким-то опасностям реальным. Кому нужно? То есть голдомор – это было хорошо. Нет, ну вот ты знаешь, вот да, и в законодательстве большинства стран экономическая миграция не считается, что бизнесмен уехал в другую страну, потому что его выдавили из России и рейдернули его бизнес, да, отняли его бизнес, силовики там начали преследование, уголовное заказное. Речь идет о, вот это как раз европейская миграция, когда люди уезжают от войны из Сирии, из других стран, от угрозы потерять свои семьи, а на самом деле преследуют экономический интерес. Едут в более богатую страну, чтобы найти работу и чтобы содержать свою семью. Немцы вот об этом пишут, что 30% вот по их обследованиям… За хорошей жизнью. Едут за хорошей жизнью. Ну, простите, знаете, большая разница, когда у тебя война идет в стране, да, и другое дело, когда ты просто едешь за хорошей жизнью, когда тебе не удается, там, не знаю, палатку свою открыть. Давайте попробуем послушать еще дозвонившихся. Алло, здравствуйте, говорите, вы в эфире. Здравствуйте, вашим гостям. В общем, если вы сравниваете Гапоненко и Алексеенко, я их могу воспринимать как правозащитники. Почему я так воспринимаю? Я воспринимаю в том, что они защищали русскоязычных. Если вы знаете, что у нас, когда распался Советский Союз, около 40% населения были лишены гражданства, то есть пообещали, кинули. В дальнейшем было много сделано, чтобы ущемить русскоязычных. То есть есть такая низкая категория со стороны государства, издевательская, неграждане. Они лишены около 100 порядка в законодательстве. Я вам простым языком объясню. Значит, негражданин на сегодняшний день в Латвии не имеет права купить сельскохозяйственную землю. То есть купить и так далее. Вы скажете, какой здравомыслящий человек сделать по отношению к этим людям, которые здесь родились даже. Родились, да? У них есть дети, внуки и так далее. И вот в этом Алексеев и Гапоненко, вот это они выступают. А правящая сторона, да, то есть это латышская часть населения, они рулят с этих 30 лет. И они довели эту страну до ручки. Вы меня простите, пожалуйста, я вас прерву все-таки, потому что у нас обязательно в каждой программе, естественно, выруливает, какая бы тема ни была, на граждан, неграждан. Кроме моды. Мы сейчас говорим на другую тему, не о гражданах, негражданах. Мы говорим о людях, которые вынуждены были приехать в эту страну. Мы говорим о тех, кому пришлось бежать и просить убежище. И на самом деле я сама, в принципе, человек в этом статусе, просто не попросивший политубежище, решивший эту проблему немножко другим путем, экономическим, так скажем. Но, тем не менее, я знаю, насколько это тяжело, в какой-то степени унизительно, и ты долгое время пытаешься это осознать и принять. Для того, чтобы потом с этим жить, тебе тоже нужны силы, и нужна какая-то поддержка, ну, может быть, какая-то минимальная поддержка принимающей стороны. Вы ее чувствовали, и вы вообще ее ожидали, или это только моя такая рефлексия? Скажу за себя, что в первую очередь поддерживали, конечно, люди, которым я очень и очень благодарен, буквально с первых дней, и это действительно было очень важно и очень ценно. Что касается государственных институтов, то, разумеется, есть программы, ориентированные на беженцев, в частности, есть языковые курсы и многое другое. Хотя, конечно, это несопоставимо с теми программами, которые, допустим, действуют в скандинавских странах, но, тем не менее, они есть. Однако, повторюсь, здесь в конечном итоге очень многое зависит от самого человека, чего он хотел и зачем он ехал. То есть, мне, в принципе, требовалось только одно, чтобы мне дали свободно жить и не затыкали мне рот, когда я хочу высказать свое мнение. Это я получил, и этого мне более чем оказалось достаточно. У других людей, конечно, могут быть разные позиции. Мы создали какую-то группу и с депутатами Сейма общались на эту тему о поддержке политических беженцев. Но я, правда, не очень знаю детали. Дело в том, что еще в 2018 году мы создали Ассоциацию развития русского гражданского общества и поддержки российских эмигрантов, АРМ, которая с тех пор работает в Латвии. В общем-то, можно зайти на наш сайт, чтобы увидеть нашу деятельность. А в Латвийском Сейме и в предыдущей каденции, и в нынешней существует, и спасибо, конечно, этим людям, рабочая группа по взаимодействию с Российским гражданским обществом. В настоящей каденции ее возглавляет Линда Озова. И да, наша ассоциация, которую я имею честь представлять и возглавлять, она взаимодействует с данной рабочей группой по различным актуальным вопросам. Ну, собственно, одна из уставных целей АРМа, так сокращенно ассоциация называется, заключается в том, чтобы информировать общество и политические власти о процессах, происходящих в диаспоре, давать реальную информацию достоверно о том, что происходит в РФ. И, собственно, на это эта работа и направлена, она идет, и я надеюсь, что будет развиваться и далее. Власти идут достаточно благожелательно навстречу? – Ну, опять же, понимаете, когда мы говорим о властях, власти даже не бетонный кубик монолитный, там есть разные люди, но в целом… – Слава богу, что не бетонный кубик монолитный, мы привыкли уже к тому, что это именно кубик. – Хорошо, в том-то и дело, да. Поэтому, ну, безусловно, в нынешнем Сейме есть люди, которые активно подобные инициативы поддерживают, и за это мы им весьма-весьма благодарны. Хотя в целом в госаппарате, конечно, люди могут встречаться разные, но это, в общем-то, и естественно. – Ну, по идее, и миграционные власти должны быть в этом заинтересованы, потому что они, в общем, при нормальном доверенном контакте, они могут, например, и по тем просителям, которые, например, из России делали запросы, я не знаю, насколько, правда, это этично, как бы, консультироваться, да, но, в принципе, мы пытались также, и в той же Литве у нас есть, соответственно, сообщество политических эмигрантов, которые, как бы, знают повестку и могут донести ее до властей, тоже постоянно находятся в сотрудничестве с властями, это необходимый и, как бы, очень важный для социализации, для нас и для них, в общем-то, процесс, да. – Да, вот, ну и, конечно же, вот лично я, как бы, говоря о том, что получил поддержку, конечно же, от людей, которые вот живут в Литве и занимаются процессами миграции, поддержкой этих процессов, конечно же, полное от них понимание, и, в свою очередь, потом понимание службы миграции, которая приняла это дело, оно тоже там достаточно, уже у нас все хитро делают, тебя преследуют в России по каким, не всегда по прямым политическим каким-то, придумывают какое дело, у меня дело было, не знаю, типа, вымогательство, что-то такое, вот, да, что я вот своими социальными там всякими акциями вымогал у компании деньги, и им приходилось самим же этим чиновникам миграции доказывать там выше, что это действительно политическое дело, и это, в общем, как бы, необходимый процесс, конечно, это есть здесь и там. – У нас разрывается телефон, давайте послушаем, Алло, здравствуйте, говорите, пожалуйста. – Добрый вечер, я вас спил там насчет того, что там, где свобода высказывания. Вот смотрите, сейчас и в Латвии, и в России, и в Евросоюзе, и вообще во всех странах, да, принимают законы там об истории, да, о том, что нельзя трактоваться по-другому, иначе как государство трактует, да, и за это, за трактовку неправильную уголовную ответственность, это вообще относится к тому, что их свободит слово или нет, да, и продолжение таких законов, допустим, в России то же самое, не только об истории, но и о том, что нельзя начальство оскорблять, да, там, чиновников. Точно такого же качества закон, как и трактовка Второй мировой войны. Это первый вопрос, как отношение. И второй вопрос, является достаточным основанием переехать в другую страну или просить уберище, не согласяя с налоговым законодательством? Вот, например, я хочу сменить налоговое законодательство Латвии, и Латвия не запрещает, говорит, нет, не моги, плати налоги здесь, да, не моги там брать более налоговое гражданство, другой страны, где более лояльные налоги. Как вы к этим основаниям относитесь? Является это основанием просить уберища или нет? Спасибо за вопрос. Вы мне сначала хотите дать слово, я так понимаю. Да, сначала ты, пожалуйста, ответь про налоговое законодательство. Ну, про налоговое, да, действительно, налоговое законодательство Латвии неприятное. Как и во многих других странах, вообще-то, давайте будем честными, и поэтому люди, естественно, ищут выходы из таких налоговых клише, так скажем. Я плохо отношусь и к одному, и другому, ну, кроме, может быть, там безусловных вещей, когда был геноцид или это был фашизм и массовое истребление, вот здесь как бы мир и мировое сообщество уже поставило свои безусловные оценки и людей, которые с этим публично, не на кухне, конечно, у себя, спорят и провозглашают лозунги, ведущие, которые привели когда-то те или иные режимы к преступлениям против человечности. Я думаю, что здесь могли законодатели принять такие законы. В целом, я не очень, вот как человек, занимающийся кондиционным правом, и у этих прав, свободы мысли, свободы слова, и у многих других основных прав и свобод, есть всегда одна граница. Твое право, существует и твоя свобода до тех пор, пока ты этим не нарушаешь. Свобода другого. Права и свободы других. Свобода другого, да. А можно я все-таки дополню, а то наш слушатель уйдет ни с чем, что называется. Нет, политическое беженство не предоставляют в надежде уклонения от налогов в одной стране к другой. Это касается как раз той темы, о которой мы говорили, что-то мне здесь не нравится, как бы мне получить убежище вон там. Это не является поводом для политического беженства. Алло, здравствуйте, говорите, пожалуйста, вы в эфире. Добрый вечер. Здравствуйте. А вот такой момент. А вас не смущает двойственный подход лукавства, если не сказать больше, к переезде сюда иностранцев, в основном русских, в совмещении вашей миграции с видом нажительства, которое здесь полностью у нас уничтожено, с минусом для государства порядка 12 миллиардов посчитано. То есть русских фильтруют через фильтр. Вот вас, 200 там с чем-то человек. Вам можно? Потому что вы суперлояльные. Простите, а можете пояснить? Не очень понятно, о чем вы говорите. Ну, вы в курсе, что программа видна на жительство в Латвии прекращена? Вы об этом слышали? Знаете, что это такое? Ну, вот у меня видна жительство. Нет, у меня видна жительство. Вы имеете в виду за инвестиции? Вы вроде бы погружены в Латвию. Вы имеете в виду за инвестиции? Нет, она не прекращена. Она не прекращена, и я это ответственно заявляю. Другой вопрос, что правила этой программы. Изменились. Изменились и усложнились. Но эта программа работает. А вопрос-то в чем, простите? Она не работает. Она работает. Она работает. Я как юрист вам, я каждый день сталкиваюсь с лицами... Как мы всегда с вами говорим параллельно. Значит, цифры, которые здесь приводятся, она могла принести Латвии 12 миллиардов. Это другой вопрос. Сейчас она приносит десятки миллионов. Если, по-вашему, она работает... А, вы в этом смысле. Это экономическая целесообразность. Которые нелояльны Путину, которые, в общем-то, нелояльны России Путину, но поскольку они русские, даже они здесь не нужны. И это другой вопрос. И это другой вопрос. Мы здесь живущие токсичные... Лен, давайте все-таки узнаем. А в чем вопрос-то был? Так вот, вас не смущает ли то, что вот эти 200, которые сидят у вас в студии, которые, по их выражению, сотрудничают с государством, с властями, не помню точно дословно, а вот те, которые сюда с миллиардами, они не нужны, поскольку здесь тогда состав численный русского населения увеличен. Ясно. Спасибо большое. Мы поняли наконец-то. Но простите, это немножко другая сторона вообще вопроса. Потому что мы сейчас говорим о политиммиграции. Это не экономическая иммиграция, не инвестиционный вид на жительство ни в коем случае. Это совершенно другая история. А о чем говорит наш слушатель? Это нежелание или, может быть, неразумение властей о том, что программа ВНЖ в обмену инвестиций могла бы работать и дальше, и успешнее, и так далее, и так далее, если бы кто-то сильно не пожадничал и не стал закручивать, что называется, эти гайки. Ну, это вот как, знаете, как с вопросом бизнеса и здоровья. То есть, вот вы говорите про бизнес, а то, что вот наша ситуация, это конкретно здоровье. Да, это жизнь. Это конкретно жизнь, да. Но это вот как бы сравнение. Это не просто здоровье, а жизнь. То есть, там мы, не то, что вот мы хотим вот это, мы хотим туда поехать, там вот это развивать нам мешают. Мы не хотели вообще уезжать никуда. Мы хотели жить в своей родине вообще как бы и там пригодиться. Все верно. И мы уезжали от, ну, если не неминуемой смерти, которую, в принципе, обещали, наверное, каждому в тюрьме, да, но от тюрьмы-то точно. Практически все, кто здесь сидит за этим столом, вообще-то вы ходили под, что называется, домокловым мечом откровенной тюрьмы, откровенной посадки. Вот. Выбора особо не было, так скажем. И спасибо большое этой прекрасной стране, которая нас смогла принять. Уж каким это бы случилось образом, тогда в моем случае там инвестиционным образом, в вашем случае политубежищем, там еще кто-то смог другими путями это сделать. Но, тем не менее, говорим мы именно о политубежище в этой стране. Насколько оно комфортно, насколько его легко получить, насколько стоит это делать или, может быть, даже не запариваться. Вот, что бы вы посоветовали, простите, но все-таки следующим волнам политиммигрантов из нашей страны, потому что после недавних событий, произошедших в стране, конечно же, их будет еще больше и больше. Ехать сюда, не ехать сюда. Ну, господа, во-первых, все-таки убежище, наверное, оно как женитьба, да, если стоит вопрос, надо или не надо, значит, не надо. Если ты убегаешь из страны, тебя реально преследуют, то у тебя нет дилеммы, нужно просить или не нужно, у тебя просто нет иного выхода. И, собственно говоря, это же касается и выбора страны, потому что, когда ты действительно бежишь от реальных преследований, то ты не выбираешь. Ты бежишь в ближайшую открытую калитку. И если это будет в ответ, то, слава богу. Вот тем же людям, кто в силу определенных убеждений, там, своих взглядов не хочет далее жить в РФ, но собирается покинуть, там, рассматривает какие-то эмигрантские варианты, я могу посоветовать только одно. Если есть какие-то проблемы с английским языком, учите, осваивайте востребованные профессии, но не думайте об убежище. Убежище – это крайний вариант. И если есть какие-то сомнения, то, конечно же, к этому прибегать не надо. Костя, минута. Да что сказать. Дмитрий говорит очень четко, очень правильные, простые вещи. Действительно, там, если бы мне не позвонила консьержка, что меня ждет по лицу у двери, я бы с вами здесь не разговаривал. Поэтому там вопрос просто пожара, да, и в какое окно ты успел выпрыгнуть, то ты успел. Это вопросов таких не стоит. А переезжать, ну, кто и хочет, то переезжает пусть по своим каким-то каналам лучше в спокойном режиме, чем в таком. И возможности всегда вернуться, конечно. Но лучше всего менять ситуацию в России. Вот я уехал и чувствую, что мне тяжело это делать, хотя я стараюсь. Это тема следующей программы. Большое спасибо, господа, что пришли к нам, поговорили с нами. Простите, все те наши слушатели, кого мы не успели выслушать, потому что у нас разрывается телефон, я вижу. Но очень хотелось поговорить с гостями у нас в студии. Спасибо, Лена Лукьянова. Спасибо, Кюля Писпанин. Звукорежиссер Родион Золотарев. Впереди выходные, пожалуйста, ведите себя плохо.